Всем привет, ребята! Меня зовут Сабина, и в этом видео по вашим многочисленным просьбам я хочу политься с вами своими советами, лайфхаками и ресурсами, с помощью которых я изучала и по сей день изучаю английский язык. Что я хочу сказать? Если ты досмотришь это видео до самого конца, то ты сможешь учиться английский язык. Если ты не досмотришь, значит ты не хочешь учиться английский язык, потому как если тебе сложно уделить всего лишь 10-15 минут на то, чтобы узнать реально действенные советы, с помощью которых я изучаю английский язык, то как бы что можно говорить о том, что ты готов каждый день уделять хотя бы по полчаса, по часу в день на изучение английского. В общем, пинай на себя, смотри это видео до самого конца, если ты реально хочешь потянуть свой уровень английского. Первый мой совет это начни с самых часто употребляемых английских слов. Все мы знаем, что существует главных четыре раздела в английском языке, это reading, speaking, writing и listening. Но также есть два таких самых главных кита, на которых строится тупо весь английский. Это grammar, грамматика и vocabulary, то есть лексика. Но, здесь опять-таки есть но. Как мне кажется, лексика намного важнее грамматики. Существует определенное количество, это количество 300 английских слов, которые составляют более 80% всего английского именно письменного языка. То есть, если ты выучишь вот эти вот 300 слов, ты сможешь понимать более 80% всех текстов английских. Ссылку на документы с этими самыми часто употребляемыми словами я оставлю внизу. А теперь совет, как же быстро учить английские слова. Так, как же быстро учить английские слова, чтобы ты их не просто учил, тратил на это кучу времени, а еще и запоминал эти слова на долгое время. Для этого у меня есть два способа. Первый способ это Quizlet. Он есть как на телефоне, так и на компьютере. И там и там он практически бесплатный. Второй способ это флеш-карточки. Флеш-карточки работают практически точно так же, как и Quizlet, но здесь есть такой небольшой плюсик. Смотрите. Допустим, вы пишете, составляете вот такую стопочку флеш-карточек. Вы написали здесь слова. С одной стороны слово, с другой стороны перевод. И вот вы начали учить эти слова. После того, как вы выучили, вы проверяете себя, какие слова вы выучили, какие вы не выучили. И раскладываете их на две стопки, которые вы выучили и которые вы не выучили. На следующий день вы проверяете вот эти слова, которые вы выучили. Если вы знаете все из них на 100%, значит вы эти слова можете повторять только раз в неделю. Берете вот эти слова, которые вы вообще плохо знаете, и опять-таки их переучиваете. После этого вы смотрите, знаете ли вы их или нет. Если вы их знаете, перекладываете часть в эту стопку. Если вы не знаете, то эти слова остаются опять-таки в той же стопке, которую вы не знаете И теперь второй мой совет, это полностью погрузиться в английский язык Здесь имею в виду не то, чтобы погрузиться в язык, поехать в какую-то далекую страну англоговорящую Покупать билеты в Америку, в Лондон, в Великобританию Записывать в какую-то американскую школу, нет Тут также есть определенные мои несколько шагов, которые помогут тебе погрузиться в язык дома Первое, это переведи все свои настройки в телефоне на английский язык Все, весь функционал, все приложения Вот когда ты устанавливаешь какое-то приложение, допустим, вот тот же самый Телеграм У тебя выскакивает установить на английском, либо же установить на русском Выбирай на английском, таким образом ты даже просто сидя в телефоне, в социальных сетях Будешь практиковать английский язык Второе, это скачай на телефон приложение по изучению английского языка Есть очень много разных программ, ты точно найдешь их в интернете Но у меня, я на своей школе проверила многие из этих приложений И могу снять об этом отдельное видео и поединиться с вами реально рабочими И не самыми лучшими приложениями для изучения английского Ставьте лайки, если наберете 30 лайков, то сниму об этом видео Также пишите в комментариях, если вы хотите такой ролик Третий пункт, это начни переписываться с друзьями на английском Начни разговаривать с друзьями на... просто разговаривать на английском Если нет друзей, разговаривай сам с собой на английском, либо же переписывайся с собой на английском языке Четвертое, это смотри новости на английском языке Смотри зарубежных блогеров на английском языке Смотри сериалы и фильмы на английском языке И последнее, читай книги на английском языке И что я хочу сказать Есть определенные шаги по правильному, как мне кажется, просмотру сериалов на английском Первое, смотри сериалы только с английскими субтитрами Либо без субтитров, либо только с английскими Русские просто выкинь и забудь о них на всю жизнь Второе, смотри вначале серию, либо же фильм с английскими субтитрами без выписывания неизвестных слов Потом пересматривай серию, выписывая незнакомые слова, либо же просто их отмечая Далее, учишь вот эти все незнакомые слова И после этого пересматриваешь опять-таки серию уже с вот этими известными тебе английскими словами И таким образом ты смотришь, выучил ли ты, пополнили ли ты свою словарный запас Либо же ты просто не выжил весь сок из английского фильма Также относятся к книгам, к книге я читаю в 3-4 этапа Первый этап, просто читаю и выделяю незнакомые слова Второй этап, перечитываю, выписываю незнакомые слова, либо их выделяю опять-таки Потом учу незнакомые слова и потом опять-таки читаю уже с выученными английскими словами Которых я уже знаю перевод Субтитры сделал DimaTorzok Третий последний пункт, с которым я хочу с тобой поделиться Это используй по максимуму все бесплатные ресурсы интернета Сюда относятся бесплатные курсы, бесплатные школы, бесплатные какие-то сайты Все я оставлю внизу Сюда относятся Duolingo, Puzzle English и еще что-то такое Все ссылки, короче, будут внизу, переходи, смотри Ну и это было все видео на сегодня Я очень надеюсь, что оно оказалось для тебя полезным Если это так, то ставь лайк Если ты хочешь, чтобы я сняла видео о действительно полезных приложениях С помощью которых я выучила все время английский язык и до сих пор его изучаю То давайте наберем 30 больших пальчиков вверх А также пишите потом в комментариях Подписывайтесь, если вы еще не подписаны И если досмотрел это видео до этого момента Значит, я хочу сказать, что я тебе хочу сказать Ты молодец, ты однозначно выучишь английский язык Ты очень терпеливый, целеустремленный А главное, ты досмотрел меня до конца Спасибо тебе большое за это А я желаю тебе интернет счастья, света и добра Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!